Ну и главное событие, это международный парный бой. Тамура и Северн против Анджо и Нельсона. Это Йоджи Анджо и его напарник Нельсон. Японо-американский дуэт против японо-американского дуэта. Довольно-таки интересно. Сейчас будет схватка. Ну и где же Тамура и Северн? Это Киоши Тамура. Он сегодня в паре с Дэном Северн. Выходит уже эта пара на ринг. Будем ждать статистику каждого из атлетов, из бойцов. И очень многое зависит от того, как начнут пара этот поединок. Стив Нельсон, Соединенные Штаты. Бывший борец. Сегодня в паре с Йоджи Анджо, с человеком-зеброй. Так, смотрим Анджо. Токио, 28 лет, 210 фунтов вес, 6 футов ровно рост. Стив Нельсон, 29, 198 фунтов. И 5 футов 11 дюймов его рост. Теперь что? Смотрим на другую пару. Дэн Северн, его объявляет все-таки первым. Вот он. Ну и, соответственно, Киоши Тамура с ним в паре. Киоши Тамура из Окаяма. Ему 26, 200 фунтов он весит. И 6 футов ровно его рост. Точно такие же данные, как и у Йоджи Анджо. У Дэна Северна 270 фунтов вес, и 6 футов 2 дюйма рост, 37 лет. Кто будет начинать? Если Дэн Северн против Стива Нельсона, то, мне кажется, преимущество будет у Северна. А это Йоджи Анджо. Кстати, это 9 парный бой Анджо. И в 5 из этих 9 боев побеждала команда Анджо. Нельсон, он легковес. Это его второй парный бой. В первом он выступал в паре с Джином Лайдеком. Ну, а для Киёши Тамура, который сейчас в красных плавках, в красном костюме, это 8-й бой. 6 из них он проиграл, поэтому, естественно, мечтает улучшить свой результат. Обычно Дэн Северн выступает в паре с Гарри Олбрайтом, но вот сегодня его партнером стал японский боец. И, конечно же, Северн Тамура, да, фавориты сегодня у букмекеров, без всякого сомнения. Начинают бой Тамура и Йоджи Анджо. Американцы, как говорится, оставлены на сладкое. Тамура сейчас будет бросать. Попытается, по крайней мере, Анджо, естественно, противится. Американцы. Хотел атаковать ногой Тамура, но не очень у него это получилось. Анджо тоже очень опытный атлет. И посмотрим, что же будет дальше. Пока идет разведка боем такая. Тамура сейчас пытается атаковать. Но мы знаем, что в парных боях вот такие вот наскоки кавалерийские, они редко когда заканчиваются победой в самом начале. Ох, хорошо сейчас Тамура взял на болевую руку, но Йоджи Анджо, смотрите, как угорь выскользнул из захвата Тамура и, мало того, начал контратаковать. Если еще учесть, что и Тамура, и Анджо чрезвычайно выносливые бойцы, то думаю я, что они будут очень долго находиться на ринге во время того периода, который отведен им на бой. И с большой неохотой будут передавать эстафету американцам. Все-таки нужно, конечно же, понять менталитет японских атлетов. Они хотят, естественно, в Будакане сами продолжать поединок, а не давать возможность выигрывать бои американцам. 21-20. Все-таки Тамура заставил Йоджи Анджо дотронуться до канатов, но пока это ни о чем не говорит. Если японцы в меньшей степени владеют техникой бросков борцовских, то уж, что касается ударов ногами, руками, то здесь, конечно, они впереди планеты всей, это точно. Пока Йоджи Анджо, вроде бы, вроде бы у него есть небольшое преимущество. Он сидит так на Киёще Тамуре, но Тамура не позволяет Анджо сделать ничего толкового. И, может быть, даже, на мой взгляд, имело бы смысл передать сейчас эстафету своим американским партнерам и Тамуре, и Анджо, для того, чтобы немножечко перевести дух и собраться с мыслями. Да, совершенно верно. Дэн Северн появился, а Йоджи Анджо пока остался на ринге. А вот Северн может побросать, делает он это с огромнейшим удовольствием, тем более, что вес Северна позволяет это делать. Напомню, что Йоджи Анджо 200 фунтов весит, а Дэн Северн 270. Так что за счастье почтет Дэн Северн. Покидай своего противника. И сейчас на ринге уже Стив Нельсон и Дэн Северн. Кстати, и Северн, и Нельсон в прошлом чемпионы штатов по дзюдо и по самбо. Так что очень хорошо друг с другом знакомы. По крайней мере, с техникой борцовской знакомы и тот и другой не понаслышке. Единственное, конечно же, у Северна преимущество в весе. То есть, считайте, что броски, конечно же, будут на стороне Дэна Северна. Вот вам, пожалуйста, подтверждение моих слов. 21-18 впереди. Не буду говорить, что впереди Дэн Северн. Впереди все-таки пара Северн-Тамура. Поскольку баллы добывал и Тамура в том числе. А вот сейчас посмотрите, какой болевой будет проводить Северн. Вернее, пытаться проводить. Поскольку, естественно, что Стив Нельсон... Ох, как ломает руку, смотрите, Дэн Северн. Но, опять-таки, близость канатов, очевидно, иногда в полу борьбы, азарта забывают американцы прежде всего о том, что здесь есть канаты и позволяют соперникам дотрагиваться до канатов. Не доводя таким образом болевой до логического завершения. А вот сейчас Северн будет пытаться бросать. Бросает, но неплохо блокировал этот бросок Стив Нельсон. Зацепом ноги соперника. Поэтому, именно такого нормального, правильного, что ли, броска не получилось у Северна. Не было амплитуды хорошей, не было большой траектории. Так что, все нормально получилось у Стива Нельсона в плане защиты. Наконец-то у Нельсона начало хоть что-то получаться. Но Дэн Северн в очередной раз уже в контратаке действует очень здорово и опять заставляет. Смотрите, Нельсона ничего пока не получается у пары Нельсона. На Анжо в очередной раз меняется Нельсона Анжо. А Анжо хорош именно в ударах ногами. И прекрасно он понимает, что у Северна это слабое место. Все-таки мышца опорной ноги будет атаковать ногами Йоджи. Естественно, больше ему ничего не остается делать, кроме как идти в атаку, поскольку счет на табло, по крайней мере, отражает реальное соотношение сил. Как я уже говорил, что Тамура и Северн в этом бою явные фавориты. И вот сразу же Йоджи Анжо взялся за дело. Но Северн немножко подустал, это очевидно. И вот великолепно сейчас Анжо действует. Смотрите, берет шею Северна на болевой прием, на удушающий. И Северн довольно-таки легко выкручивается из этого положения. Все-таки преимущество Северна в весе, конечно, оно играет здесь, в этом бою, колоссальное значение. И он уже опять в атаке. Ох, как сейчас здорово действует. Смотрите, Дэн Северн. Он как бы такими перекатами, перескоками отталкивал Йоджи Анжо к середине ринга, подальше от канатов. В принципе, конечно же, надеясь провести болевой прием. Ох, сейчас Анжо здорово! Здорово он взял Дэна Северна на болевой. Конечно, надо меняться. Очень долго находился Дэн Северн на ринге. Передал на стафету Киоши Тамури. Кстати, Тамура осваивал в Таиланде стиль муай-тай. Но, вы знаете, несмотря на это, полагается на приемы борьбы. Так что, сочетание, грамотное и правильное сочетание борьбы и ударов, я думаю, Тамури могут сослужить хорошую службу. Киоши Тамури пытается сейчас заломать Тамуру, но ничего не получается. Киоши Тамура чрезвычайно вынослив. Этот бой может продолжаться без... Ох, как! Вот сейчас здорово, вот сейчас здорово Йоджи Анжо поймал Тамуру. Вы видели, руку взял на излом. И ничего не оставалось делать Тамуре. Вот, пожалуйста. Кроме как дотрагиваться ногами до канатов. Вот сейчас болевой был чрезвычайно эффективен. Тамура великолепно у него построена защита. И знает он, как бороться и биться против Йоджи Анжо. Попытка со стороны Анжо бросить сначала, затем захватила ногу Тамура. Анжо тоже хитрый лис. А вернее, хитрая зебра. Опять-таки, не будем забывать, какого цвета у него. Трико с такими разводами. Давненько он уже в Бущидо, в UWFI федерации. И, конечно же, знаком со всяческого рода ухищрениями. И атака в его исполнении чрезвычайно опасна. Пока передышка, судя по всему. Поскольку, ну, конечно же, немало сил тратит и Тамура, и Анжо в этом поединке. Если говорить о борцах непосредственно американцах, то там, конечно, преимущество Дэна Северна над Сетивом Нельсоном видно невооруженным глазом. То здесь вот Тамура и Анжо примерно все-таки, как ни крути, равны по себе. Ох, как здорово защищался сейчас Анжо. Тамура был готов к этому. Ну что, не позволяет? Или позволит все-таки Тамура дотронуться Анжо до канатов? Да, позволил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая хорошая была атака сейчас. И, вообще, Тамура великолепно поймал Анжо на попытке атаковать в прыжке с разворота. И захватил ногу так, что Анжо пережил несколько чрезвычайно болезненных мгновений. А вот уже Стив Нельсон. Сейчас он будет бросать. Брос... Но это разве бросок? Это не бросок. Тамура очень здорово выставил свои ноги, которые послужили ему как бы амортизатором. И сейчас Нельсон, смотрите, очень активно взялся за дело. USA Sambo написано на трико у Стива Нельсона. И Тамура молодец. Резко перешел в контратаку, захватил голень Нельсона и сейчас продолжает атаковать. Тамура, да. Вот в этой схватке против Нельсона он проявляет недюжинные, конечно же, свои знания в области борьбы. И я бы не сказал, что вот в последние там 2-3 минуты Нельсон так уж просто справится с Тамурой исключительно за счет борцовских приемов. И это еще, давайте не будем забывать, что Тамура пока еще не включал свои ноги, я имею в виду в плане ударов. Тамура поменялся с Северном, и Северн сразу же сейчас будет пытаться бросать Нельсона, конечно же. Используя свое преимущество в весе. Все-таки разные весовые категории. Ох, вы посмотрите, что сейчас делал Северн. Ах, какой молодец. Как он здорово поднял сейчас Скива Нельсона. А Скива Нельсон пчится к канатам. Ну, конечно. Как здорово Дэн Северн вступил в этот поединок в очередной раз. И не дает Нельсона Анжо поменяться, нет? Дэн Северн попытался вроде бы продолжить поединок именно со Стивом Нельсоном. Но близость к Анжо спасла Нельсона от неминуемого поражения. Это естественно. Сейчас уже Анжо на ринге. Анжо начинает сопротивляться атакам Северна. Но сейчас это сделать тяжелее, конечно, поскольку у Северна сил-то поболее, чем у него было до того. В момент, который предшествовал этому появлению Северна на ринге. А вот сейчас здорово атаковал по лицу Северна Анжо. И, похоже, не среагировал должным образом Дэн Северн. Берет на удушающий Северна. Но вы посмотрите, как близко канат. Думаю я, что если даже Северн не сможет уйти за счет великолепной защиты от Анжо... Кстати, разбит нос у Дэна Северна. Видите, кровь с него течет. То уж, по крайней мере, канаты Дэна Северна спасут в любом случае. Нет, вы посмотрите. Все-таки встает Дэн Северн и контратаку проводит. Да, здорово разбил ему нос Йоджи Анжо. По-моему, сейчас сам испугался Северн в своей крови, которую, видите, забрызгал он бок Йоджи Анжо. Заставил таки Северн дотрону Санжо до каната. 19-13. Впереди пара. О-о-о! Поймают их или нет? Да, судья вроде бы держит сейчас наших соперников. Но, тем не менее, еще буквально какие-то считанные сантиметры, и вылетали бы Северн и Анжо за пределы ринга. И вот сейчас, по-моему, да, совершенно верно, смена составов Тамура и Нельсон. Ну что, Тамура все-таки начнет включать свои ноги? Да, начал, наконец-то. Вот здесь Нельсон, посмотрим, насколько он подготовлен к ударам. Ну и что будет сейчас делать? Нельсон, ну, бросил он пока Тамуру. Бросил неплохо. Но не более того. Тамура совершенно не боится бороться против американских самбистов, американских специалистов в области борьбы. Наверное, он один из немногих японцев Бущидо, которые вот так вот смело принимают вызов именно борцовский. И в меньшей степени атакуют ногами. Так, пытается сейчас Нельсон взять Тамуру на болевой. А видите, все в очередной раз развернулось и теперь уже в атаке Тамура. Неужели будет вставать? Ох, как здорово! Вы видели, поднял он Стива Нельсона как пушинку просто-напросто. Еще раз будет атаковать Тамура. Да, ой, 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 как больно, смотрите. И вместо этого позволил. Ох, как тактически грамотно сделал Киёши Тамура. Он позволил Нельсону бросить себя и сразу же атаковал из положения лежа удушающий прием. Ну, великолепно сейчас, в первую очередь, конечно же, тактически поступил Киёши Тамура. Очень здорово! Он побился против Нельсона. И теперь, конечно же, психологическое преимущество на стороне Северна и Тамуры. А вот показывают Анжо и Нельсона. И на счету Анжо теперь 5 побед в 10 боях. А вот недостаток веса сыграл Нельсону, конечно же, плохую службу. Американский рестлер вроде бы и рад бы научиться искусству Бущидо, но чего-то ему все время не хватает. Опыт Нельсона оказался решающим фактором, который определил победителей. Ну и, конечно же, великолепная тактическая подготовка Киёши Тамуры. Вот он, Тамура. И Северн уходят с ринга победителями. Все.